В России 29 объектов включено в список ЮНЕСКО. Из них три объекта – это объекты, находящиеся на территории Республики Татарстан. Казанский Кремль, Древний Болгар, остров Град-Свияжск. Вот вся эта работа и все эти результаты, они как раз и позволили иметь такой высокий статус нашему Минцемиру Шариповичу. И дали нам и основания, и право, и самое главное – ответственность в подготовке вот того форума, который мы проведем с 4 по 7 сентября. Я хочу сказать, что вообще этот форум вызвал очень большую заинтересованность у международной общественности. В первую очередь у международных экспертов, которые занимаются вопросами межкультурного диалога и культурного и исторического наследия. Достаточно сказать, что на сегодня у нас в форуме свое участие подтвердили 189 участников. И это иностранные представители, из них 64 человека. До сих пор идут звонки от многих регионов и Российской Федерации, и из многих стран, особенно СНГ, с просьбой включить в списки участников. Вообще действительно интерес колоссальный, и я думаю, что мои коллеги еще дальше продолжат это на своем уровне, потому что каждый из них будет раскрывать какую-то свою тему. Но вообще интерес просто колоссальнейший. Хочу сказать, что мы имеем в числе списочного состава очень серьезные и значимые фигуры. Ну, например, мы просто очень рады и признательны, что генеральный директор ЮНЕСКО направляет к нам на конференцию своего первого заместителя. Син Цюй приезжает к нам, и это будет, конечно, очень значимо для всех участников форума и для нашей республики в том числе. Я уже сказала, что идея родилась во время пребывания у нас Боковой Ирины Георгиевны, которая сейчас уже является экс-генеральным директором ЮНЕСКО. Но, тем не менее, мы с ней находимся в постоянном контакте, и она также будет принимать участие в нашем форуме. Среди участников форума посол доброй воли и специальный посланник ЮНЕСКО по культурной дипломатии ХЭД ВСР. Мы очень признательны, конечно, консультативным органам ЮНЕСКО, потому что их представители тоже у нас будут принимать активное участие. Прежде всего, у нас будет ИКРОМ представлен региональным представителем в арабских странах, директором-учредителем регионального центра по охране культурного наследия. Заки Аслан – это очень известный архитектор, который известен как международный эксперт в сфере культурного наследия, и он будет представлять консультативный орган ИКРОМ. У нас будет представлен достаточно широко ИКОМОЗ, это тот консультативный орган, который занимается вопросами, прежде всего, культурного наследия. И среди них, прежде всего, мы, конечно, выделяем Мунира Бушнаки, он советник управления по делам культуры и древности Бахрейна. Наш большой друг, мы с ним дружим уже со времен, когда включали в список ЮНЕСКО Казанский Кремль. Он эксперт действительно с большой буквы, потому что очень многие вопросы по Болгару и Свияжску он консультировал нас и помогал нам выстраивать абсолютно правильные конструкции по взаимодействию и тех органов, которые на месте работают по культурному наследию, и тем методам, которые необходимо использовать и методикам при реставрации культурного наследия. И препись Алкивиадис, это тоже международный эксперт, мы с ним тоже уже давно дружим, он представляет тоже консультативный орган ЮНЕСКО и КАМОЗ. И самое для нас тоже здесь приятное, что он очень многое сделал для того, чтобы помочь нам по продвижению в список ЮНЕСКО острова Града-Свияжск и православного наследия острова. Мы очень гордимся тем, что к нам уже не в первый раз приезжает посол доброй воли ЮНЕСКО, поэтесса, доктор философских наук, сопрезидент фонда «За сбережение народа» Ачирова Александра Васильевна. Это ученый тоже, безусловно, с большой буквы. Митрофанова Елеонора Валентиновна. Сегодня она возглавляет Федеральное агентство по делам сотрудничества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Не буду называть все фамилии, поверьте, это просто звездный состав, но еще одну фамилию назвать просто обязана. Это Петровский Михаил Борисович, вы все его знаете, это директор государственного Эрмитажа, это член-корреспондент Германского археологического института, иностранный член Американской академии искусств и наук, президент Союза музеев России. Ну и это действительно человек, который тоже уже многие годы сотрудничает с фондом возрождения, являясь членом попечительского совета нашего фонда. Продолжение следует...